Я единственный блогер, который на русском языке показывает все фризоны Арабских Эмиратов. Добро пожаловать в Dubai Production City! В общем, выпуск будет интересный, так что не переключайтесь, смотрите, комментируйте, оставайтесь до конца. Погнали! Этот выпуск получился креативным. Он будет полезен не только для тех, кто хочет открыть бизнес в Эмиратах, но и всем, кто в бизнесе, кому интересно, как должны выглядеть лучшие условия для ведения бизнеса в мире. Я, как всегда, сделал за вас инспекцию и все покажу от первого лица. Такого контента нет в Ютубе на русском. Эта фризона хвалится своей инфраструктурой. Сзади меня располагается мол, здесь можно прийти за продуктами, посетить какой-то ресторанчик или кафе, выпить чашечку кофе, или просто отправить детей на какую-нибудь игровую площадку. Концепция такая – работай, живи, отдыхай и просто наслаждайся жизнью. Это инкубатор, знакомый вам по выпуску Dubai International City. Только здесь не техническая направленность, а направленность именно в медиа. Сюда вы можете прийти, презентовать свой проект, и если комиссия одобрит, то вас примут на полное сопровождение и помогут развить вам проект в медиа, полиграфии, а может быть, в каких-то интернет-издательствах. Пойдемте посмотрим внутрь, разберемся, как же это все устроено. Если кому-то вдруг захочется открыть компанию в Эмиратах именно в медиа или в рекламе, то эта фризона точно подойдет для вас. Мы попали в целый ангар с условиями, максимально удобными для стартапов или готового бизнеса. Друзья, я очень люблю снимать и показывать вам фризоны, потому что мне нравится рассказывать вам, как лучше устроить бизнес в Эмиратах. И сегодня мы попали в Dubai Production City, и конкретно сейчас находимся в In5 Innovation. Это бизнес-инкубатор, который помогает взращивать стартапы и таланты в медиа-индустрии. Вот ребята над чем-то работают, остается только предполагать над чем, не будем их напрягать, ну, просто покажем атмосферу, что вот таким образом здесь происходят коммуникации, и ребята создают некие прорывные бизнес-идеи, стартапы, что в последующем возможно вылиться в какой-то такой бизнес. Когда я в таких пространствах нахожусь, я не могу понять, почему в странах СНГ не создают подобные фризоны. А нужно создавать именно такие условия и позволяют взращивать таланты, они стимулируют молодых пацанов заниматься бизнесом, а не работать там в каком-нибудь Билане или в Яндексе доставке еды. В общем, ребята, стремитесь окружать себя правильным пространством, правильными людьми, и тогда ваша бизнес-идея точно будет расти. Ну что, мы посмотрели первый этаж ангара и отправляемся на второй, где я открою вам пять дверей, за каждой находятся творческие пространства по последнему слову техники от лучших мировых брендов. О, прикольное помещение. В общем, ты поработал, устал, пришел, сел, вот, кстати, очень удобное кресло, и смотришь какое-нибудь кино. Или, например, ты создал какой-то видеопродукт, рекламу, презентацию, пришел, поставил на большом экране, и также смотришь на результаты своего труда. Привел с собой всю свою команду, вместе вы наблюдаете, оцениваете, и, возможно, что-то корректируете позже. А вообще пространство оформлено прикольно. Стены специальные с материалом звукоизоляции создают такой звуковой эффект, как того требует, вероятно, производство кино. Сейчас мы находимся в пространстве Coworking Space. Здесь есть такая хитрая штука. Ты можешь купить членство в этом бизнес-хабе, бизнес-инкубаторе, всего лишь за тысячу дирхам в год. Ты получаешь в пользование все это пространство, можешь приходить и работать здесь. И самое интересное, ты можешь получать в пользование по суперцене со скидкой, например, студию звукозаписи или специальную комнату для снятия видео с зеленым фоном. Сейчас мы пройдем и посмотрим, как они выглядят. Открываем новую дверь и попадаем в студию звукозаписи. Как вы видите, стена отделана специальным материалом, который используется в таких студиях. О! Здесь я запишу свою первую композицию. Так, в принципе, вы можете прийти, заплатить тысячу дирхам в год и пользоваться вот такими предложениями по сниженной цене. Если аренда стоит 3000 дирхам в час, то для вас, как для члена этого клуба, назовем его так, будет стоить всего там в пределах 600 дирхам в час. Я думаю, это хороший скидк. Всем привет! Это видео проект ВЕРК, 23 выпуск. Сегодня снимаем про Дубай, про Дашн-Сити. Это самая крутая фриз-зона. Здесь мы показываем, как все устроено, как можно строить бизнес в медиа, находясь в Арабских Эмиратах, как можно получить за 1000 дирхам все вот это пространство, которое здесь оформлено, начиная от студии звукозаписи и заканчивая коворкинг-спейсом или специальной зеленой комнатой, где можно снимать крутые видосы для YouTube. Так, следующая дверь. Заглянем вовнутрь, посмотрим, что там. Это студия для съемки видео. Здесь, как мы видим, стены также отделаны специальным материалом, специальным волокном. О, очень дорогой свет. Такая студия – мечта любого блогера. Здесь находится свет, всякое электричество, куча проводов, камеры. Может быть, кто-нибудь видел бэкстейдж со съемки кинофильмов? Вот как раз вот такое зеленое полотно, зеленая стена, используется для того, чтобы накладывать графику, которую вы видите в фильмах, да, блокбастеры, какие-то там, Аватар, Годзилла и много-много другое. Также вот такую стену и такое полотно используют YouTube-блогеры. Важно приготовить ее, растянуть ровненько, вот так вот сделать, чтобы не было зажимов и теней. И потом можно накладывать все, что угодно на фон. Этим пользуется, например, Николай Соболев со своей кирпичной стеной. Сделали и пошли в другие локации. Раз, два, а может быть так. Вот так технологии сегодняшнего дня могут применяться в производстве видеопродакшен. Использовать эту комнату, использовать хромакей, может любой участник фризона. Это предоставляется, в принципе, каждому желающему. Согласитесь, круто, да? Итак, мы попадаем в комнату для мейкапа. Я открою для вас небольшой секрет. Все люди, которые работают перед камерой, перед тем, как снимать видео, они проходят через эту комнату, подкрашивают цвет лица, чтобы не было видно, например, жирной кожи или еще чего-то. А сегодня у нас здесь наш редактор Мария. Именно благодаря ей у нас на канале появляются какие-то тексты. Мария сегодня в кадре, поэтому красится. Смотрите, сколько здесь оборудования. Наверное, я не знаю, на лям долларов точно. Здесь можно взять все это оборудование в аренду для всех участников фризона. Смотрите, здесь все, начиная от фонов и заканчивая микрофонами, камерами, подставками, светом. В общем, все, что необходимо для того, чтобы создавать качественный видео-аудиопродакшн. В общем, не хотите тратиться, потому что оборудование, оно стоит реально много денег, особенно на старте. Можно прийти, взять все это в аренду и начать свой медиапродакшн с минимальными костами. На этих стеллажах находится самая трендовая техника, которую можно взять в аренду для выездных съемок. Я лично все проверил для вас. Продолжаем инспекцию. О, мы попадаем в очередную студию. Здесь самая большая студия. В общем, все это оборудование, весь этот инвентарь и все, что здесь есть, может использовать любой участник фризоны за какие-то минимальные деньги, но явно несоразмерные со стоимостью данного оборудования, которое реально на рынке медиа является топом и стоит очень дорого. Кстати, ребят, сегодня у нас новый оператор Дима, и от всего, что он сейчас увидел, он в шоке. Он уже хочет оставить свою камеру, побежать взять там что-нибудь в аренду, потому что условия реально очень привлекательны. Оборудование стоит каких-то маленьких денег. Инвентарь специальных комнат для производства продакшена, видео, аудио – тоже какие-то смешные деньги. Поэтому, еще раз повторюсь, условия – это всегда очень важная составляющая для любого бизнеса. Но в заключении, вот такая переговорная комната оформлена достаточно креативно. Она выглядит, как мозг внутри головы. Ну, не знаю, такие у меня ассоциации. Такая светлая, прозрачная, удобная и комфортная переговорка. Мне нравится. Друзья, как вывод, можно сказать, что эта фризона подходит в первую очередь для тех, кто занимается продакшеном. В сфере медиа – это видео-продакшен, аудио-продакшен, в продакшен сфере, может быть, рекламы. Здесь все устроено таким образом, чтобы ваш бизнес получил хороший старт и имел возможности для роста. Все эти комнаты с их оборудованием, все это оборудование по видео, аудио, монтажу и все прочее. Здесь созданы все условия для того, чтобы стартапы и те, кто только начинает бизнес в этой прекрасной стране, могли стартовать с успехом и взращивать этот бизнес на основе всех привилегий, которые предлагает данный бизнес-инкубатор. Так что смотрите, делайте выводы, приезжайте, начинайте бизнес именно здесь. Фризона просто огромная. Тут и жилые дома, супермаркеты со всей инфраструктурой. Вы увидели условия для стартапов, а сейчас покажу уже готовый кейс с огромным креативным офисом. Вот так выглядит офис творческих ребят, которые создают от визуального контента до каких-то физических воплощений. Показательная компания именно такими вещами и занимается, такой бизнес строит в Dubai Production City. То есть это непосредственное производство какой-то креативной идеи. То есть от начала идеи до ее воплощения в физический носитель здесь проходит вся работа. В общем, сейчас ребята работают на этот проект. Это музей для Министерства энергии и инфраструктуры. В общем, суть этого проекта, в этом музее будет огромный такой билборд. Он будет электронный, там 2 метра на 10 метров. И в общем, они создают такую карту виртуальную с 1910 года. Как вообще, типа, все развивалось в UAE, чтобы можно было, типа, нажать, там, увеличить картинки. Как-то вот, короче, вот эти все виртуальные... Это интерактивный визуальный контент, правильно? Очень круто. Прозрачный телевизор. Я лично вижу такой впервые. Кто видел что-то подобное, пишите в комментариях. Здесь можно смотреть и с одной, и с другой стороны на него. Таких офисов в этой фризоне много. Но я вам показал только один из лучших. Вы помните, друзья, я ценю ваше время. У Ticom Group, владельцы этих фризон, есть 3 фризоны, которые относятся к медиа. Это Production City, где мы с вами сегодня. Это Media City и Studio City. Они немного похожи, но у каждой из них есть своя направленность. И что их еще объединяет, это Business Hub, Business Incubator, In5 Innovation, где мы также сегодня были. Он создан для того, чтобы продвигать стартапы, помогать бизнесу на старте. Именно бизнесу, который работает в медиа. В медиа-контенте, в медиа-продакшене, в большом и малом. Мы начали специально с Dubai Production City, чтобы показать, как это производится. В следующих выпусках мы покажем про Dubai Media City. Это фризона, которая занимается производством видеоконтента небольшого. И Dubai Studio City, где можно снимать целые блокбастеры. Ну, а это был 23 выпуск видеопроекта Вверх. Вы знаете, что мы тут делаем. Учимся, вдохновляемся, развиваемся, а также рассказываем про бизнес. Так что следите за нами, комментируйте, лайкайте. И до встречи в следующем выпуске. Обнимаю. Пока.